Александр Первухин ушел в отставку с поста главного тренера сборной страны. Заявление об увольнении он написал сразу после того, как национальная команда проиграла Испании. Первухин тренировал российскую сборную в общей сложности более пяти лет. И к тому же на посту наставника СТМ его несколько лет назад сменил Вакиль Валеев. Мы узнали у Александра Первухина, как далось ему такое решение и значит ли это конец его тренерской карьеры. Я уже смеялся, вы что думаете, что я вешаться собрался. В эти дни за Александра Первухина переживали все близкие. Он отдал регби больше 30 лет жизни. Из них больше 20 тренировал НССТМ. Даже на родных времени почти не оставалось. У меня сынок будет, получается, 5 лет в апреле. 3,5 года назад, когда он родился, только-только год, я взял сборную. Виделись мы с ним, наверное, месяца 2-3 в году. Еще в 2014-м Первухин хотел покончить с тренерской карьерой. Но все получилось совсем наоборот. Его команда попала в Еврокубок, где выступают элитные клубы Старого Света. А чуть позже ему предложили возглавить и национальную сборную, которая, кстати, наполовину состоит из его красноярских подопечных. Тренерская карьера Александра Первухина началась на этом самом поле. Но уже сейчас его не узнать. Мы получим поле европейского уровня с подогревом, с мощным освещением. На таком поле регбинный сезон в Сибири продлится на месяцы. Даже в ноябре можно будет играть дома, а не уезжать, например, в Краснодар. Здесь же появятся трибуны, беговые дорожки и мощное освещение. В 90-х, рассказывает Александр Юрьевич, об этом можно было только мечтать. Да и он сам пришел в регби студентам от нечего делать. В первую очередь регби понравилось ему своими традициями. Например, на каждом матче капитанам, тренерам и рефери дарят галстуки. Дань уважения противнику. Или традиция третьего тайма, когда соперники после игры собираются вместе. Для этого каждый уважающий себя клуб должен иметь свой бар. И главное тем, что в регби нет симулянтов. Можно же потом и лежать, и стонать, и кататься по полю, и вызывать себе жалость, вызывать докторов. Если это делает регбист, то на самом деле он уже не может встать. Как настоящий регбист Александр Первухин сдерживает и моральную боль. Разочарование было, ответственность за невыполнение поручения тоже. И что здесь тянуть тоже? Вопросов нет. Под поручением имеется в виду путевка на Кубок мира в Японии в следующем году. Но обидный проигрыш Испании практически лишил нашу сборную этого шанса. Уже через два дня Первухин написал заявление. При этом уверен, задал планку. И теперь сборной нужен топовый тренер. Я и сейчас буду говорить и продолжать, что до меня сборную возглавляли средненькие и даже ниже средненьких иностранные тренеры, которые лишались работы у себя в федерации. И как только подворачивался момент у них на родине, как это было с Даймондом, как это было с Кумалоловым, да со всеми, это подряд там они были. Как только им предлагалась работа, независимо от того, они тут же уезжали. Закончена ли его тренерская карьера окончательно, Александр Первухин еще не решил. Говорит, пока взял тайм-аут, но добавляет, никогда не говори никогда.